Всем привет! Вы находитесь на канале Рем.Инфострой. Зеленая кровля Зеленая кровля – это озелененное пространство, которое создается при помощи добавления дополнительных слоев грунта и разных растений поверх традиционной кровли. Простыми словами, это посадки на плоских крышах различных зданий. Следует отметить, что зеленая кровля является одной из древнейших разновидностей крыш. Подобные конструкции возводились еще в каменном веке. Основные преимущества зеленой кровли Следует отметить, что озеленение крыш предоставляет возможность существенной экономии во время отопительного сезона. Зачастую этого достаточно для поддержания температуры, ведь слой почвы и кровельный пирог отлично сохраняют тепло во внутреннем помещении. Кроме того, трава на крыше дома способна придавать любой постройке эстетичный красивый внешний вид. Она служит источником кислорода. Согласно исследованиям, 150 квадратных метров зеленой кровли вполне достаточно для того, чтобы обеспечить необходимым кислородом в течение года 100 человек. Инженерные и экономические достоинства зеленой кровли Существенное увеличение срока эксплуатации конструкции, т.е. растения на крыше является естественной защитой от колебаний температур, механических повреждений, воздействия ультрафиолетового облучения. Пассивное теплосбережение гарантирует, благодаря отличным теплоизолирующим качествам зеленой кровли, т.е. энергия сохраняется в зимние периоды, а в жаркое время года не перегревается. Водосбережение осуществляется благодаря абсорбации дождевой воды. Отличная звукоизоляция Растения на крыше сокращают степень отражения от поверхности крыши звуковых волн и существенно повышают уровень звукоизоляции. Нет необходимости в создании специальных условий эксплуатации. А также в дополнительных вложениях Дополнительная зона для отдыха Исключается вероятность быстрого распространения огня во время пожара по кровельной поверхности. Возможность размещения различных типов коммуникаций, как во время монтажа, так и после. Простота выполнения монтажных работ Предупреждает сползание грунта Локальная доступность к гидроизоляции Создается воздушная противокорневая прослойка для защиты гидроизоляции от корней Основные преимущества с экологической точки зрения Дополнительный источник кислорода Нейтрализует пыль и вредные газы в окружающей среде при помощи их абсорбации Создает естественную зеленую зону Регулирует влажность воздуха Возможность получения новых пространств для жизни флоры и фауны Полностью универсальна, ее можно устроить в любом уголке планеты, где существует вегетативный почвенный покров Имиджевые и социальные преимущества Гарантирует высокий рейтинг во время проведения сертификации на соответствие зеленым стандартам Придает кровли и всему зданию красивый внешний вид Типы зеленых кровель Экстенсивные зеленые кровли Суть такого озеленения крыш состоит в применении легкого грунта Толщина слоя должна быть от 5 до 15 см и неприхотливых растений Не требуется регулярного полива В основном для посадки используют выносливые вечно зеленые виды, формирующие сплошной ковер на кровля Например, седумы и другие виды Масса слоя грунта вместе с высаженными растениями в среднем равняется 20 кг на метр квадратный, поэтому нет необходимости в дополнительном креплении основания Экстенсивные кровли – это довольно простой способ создания автономной экосистемы и защиты крыши Как правило, применяется для устройства зеленой крыши на разных постройках хозяйственного типа, дачах, частных домах и гаражах В данном случае не предполагается создание зон отдыха Такое решение вряд ли можно отнести к полноценному саду Интенсивные зеленые кровли Данный вариант предусматривает разбивку полноценного сада на крыше, создание дорожек, крыш, возможна установка беседок, а также оформление зоны, где можно будет устраивать пикник Часто на таких крышах находятся бассейны и иные водоемы Как правило, их формируют на торгово-развлекательных центрах и многоэтажных зданиях Озеленение крыш уже давно используется в дорогих отелях Устройство зеленой кровли Любая зеленая кровля состоит из нескольких слоев Пирог зеленой кровли включает в себя Основание Это первый слой, представляет собой несущие конструкции крыши Это могут быть бетонные плиты перекрытия для плоской крыши Сплошная обрешетка для скатной Если плита плоская, рекомендуется создание небольшого уклона Гидроизоляционный слой Все растения без исключения нуждаются в поливе, но данное воздействие очень вредно для материалов, из которых производится крыша В данном случае используется гидроизоляция, вгораживающая почву от крыши Применяются полимерные мембраны или полиэтиленовая пленка Прекрасно подойдет жидкая резина Гидроизоляция может располагаться непосредственно на кровельное покрытие Теплоизоляция В основном теплоизоляционный слой создают из плит, сделанных из пробки Используется также или экструдированный пенополистирол или полиуретан в виде пены Плиты укладывать необходимо плотнее Когда верхним слоем создаются недостаточно давления, можно соединить их, применяя специальный клей Барьер для корней Необходим для защиты крыши от повреждений, которые могут нанести корни, произрастающие вглубь Представляет собой полимерную обыкновенную пленку либо же фольгу Отлично подходит пленка, имеющая металлическое покрытие Она укладывается на слой гидроизоляции Дренажный слой Он задерживает определенное количество воды, необходимой для жизни растений Вода должна при этом свободно перемещаться в сторону водостока по крыше Фильтрационный слой Необходим для задержания ненужных осадков Отличным фильтром является геотекстиль Более того, геополотно предотвращает смещение грунта и слоя дренажа Обрешетка Если вы хотите озеленить пологую крышу, используйте тогда георешетку Она представляет собой ячейки из пластика Она относительно легкая Плодородный грунт Грунты, используемые на крыше, должны отличаться небольшим весом, теплотой, быть пористыми и влагоемкими Рекомендуется применять легкую почвосмесь, состоящую из нейтрального торфа, мелкого керамзита и перлита Можно добавить глину, сланец, песок Растения Итак, после того как уложены все слои, можно высаживать растения То есть, зеленая кровля может быть сделана и своими руками Субстракты для зеленой кровли При выборе почвосмеси обращайте внимание на требовательность высаживаемых растений Для травы из почвокровных видов для создания газона понадобится слой с толщиной 5-10 см По высоте почва должна быть до 1 метра Грунты, которые применяются на крыше, должны быть теплыми, пористыми и влагоемкими иметь небольшой вес Будет отлично, если почва устойчива к уплотнению Обыкновенная почва из сада не подойдет Рекомендуем покупать легкую почвосмесь из нейтрального торфа с добавлением мелкого керамзита и перлита Желательно добавить глину, сланец и песок Также по желанию можно добавить древесину, щепу и измельченную кору Помните об удобрениях Первый слой почвы вы можете перемешать с семенами травы, предназначенными для выращивания газонов Выбор растений Отдавайте предпочтение среди деревьев карликовым видам Такие растения должны иметь малую корневую систему При выборе растений необходимо учитывать, что на кровле будут созданы условия, напоминающие пустынные, то есть ветер и солнце Выбирать поэтому следуют самые неприхотливые виды Хорошо засаживать крышу морозостойкой травой и почвопокровными растениями Очиток Сидум Стелющиеся флоксы Молодила Для посадки на крыше выбирайте мох Некоторые луковичные различные виды луговых цветов и колокольчики Можно выбрать душицу, гвоздики, лаванду Технология зеленой крыши Устройство кровельного пирога зеленой крыши одинаково на разных типах крыш с учетом особенностей и угла наклона, а вот по популярности выделяют несколько типов таких крыш Плоские На таких поверхностях не требуется установка приспособлений, предотвращающих сползание растительного грунта, но необходимо тщательно проверить основание на герметичность Любые возможности попадания влаги или воды внутри должны быть устранены Норвежские В данном случае укладывается два слоя травяного покрытия для повышения теплоизоляции Что характерно, нижний слой укладывается травой вниз Между слоями, утепленным основанием и слоем растительности, образуется вентилируемая полость Немецкие Характерны тем, что материалы для теплоизоляции укладываются вместе с устройством корнезащитных оболочек, а не между стропилами Таким образом, не требуется промежуточная изоляция, а затраты на строительство снижаются Возможность использования поверхностей крыш открывает дорогу для восполнения дефицита зеленых зон, позволяет устроить площадку для отдыха и развлечений в таком неожиданном, казалось бы, месте Современные строительные материалы и технологии позволяют создавать такое защитное покрытие, которое может быть использовано в самых разных целях. Это могут быть площадки для гольфа, парковки автомобилей, мини-парки и прочие. Правильно уложенные зеленые кровли прочнее и надежнее кровли с засыпной из гравия. Все особенности определенной кровли учитываются еще на этапе проектирования. Когда на крыше планируется зеленая кровля, монтаж становится вторым этапом. Первым шагом будет детальная разработка проекта, всего процесса и выбора материалов. Что же учитывает проектировка зеленой кровли, растительные слои, их перечень, последовательность укладки? Полная информация о материалах, которые необходимы для укладки каждого слоя. Тщательно проработанная схема размещения элементов, которые составляют конструкцию кровли. Сюда входят георешетки, если крыша скатная, система орошения, если у крыши имеется большой уклон. Если озеленение крыши интенсивное, нужно продумать дополнительные системы ухода за растительностью, способы крепления деталей всех систем, какие варианты, какие материалы будут использоваться, информация о растениях, какие сорта будут высаживаться, где именно, схема размещения дополнительных декоративных элементов при их наличии. Расчеты также учитывают нагрузку, которую даст подобная кровля на несущие стены, в регионах с обильными снегопадами этот фактор также необходимо учесть. Малейшее отклонение от технологии или проекта повлечет за собой снижение качества крыши, ее надежность и долговечность. Монтаж зеленой кровли Собственная технология монтажа заключается в следующих работах. Вначале подготавливается основа для озеленения. В случае плоской крыши это бетонная плита, для скатной требуется обрешетка. Снимается кровельное покрытие. Для совершенно плоской крыши делается разуклонка. Цементной стяжкой образуется угол до 5 градусов с уклоном к водостоку. Гидроизоляция по советам специалистов укладывается в два слоя. Нижний слой крепится механическим путем, верхний наплавляется, швы спаиваются. О материалах мы говорили ранее в устройстве кровли. Следующим шагом является укладка теплоизоляции. Если в этом качестве взят плитный утеплитель, каждая плита должна располагаться вплотную друг к другу. Если в этом есть необходимость, стыки проклеиваются. Плиты не обязательно должны крепиться к основе. Если кровля обустраивается на стропильной системе, в ней уже обычно есть плиты как утепление. Если их нет, нужно положить. Делается это со стороны чердака. Далее укладывается дополнительный слой гидроизоляции. Это может быть пленка с антикорневыми модификаторами, которая не пускает рост корней вглубь. Для обычной газонной травы подойдет обычная пленка без этих функций. Потом сооружается корнезащитный барьер. Слой дренажа удерживает нужное для растения количество воды, тогда как позволяет основной массе уходить через водосливную воронку или желоб. В качестве нижнего слоя используется керамзит средней или крупной фракции. Для дренажа берется гравий или взрыхленная глина. Можно применить пластиковые геоматы. Чтобы улучшить отток воды берут перфорированные трубки. Фильтрующий слой не дает попасть почвенному осадку в дренаж. Геотекстиль с высоким уровнем прочности укладывают с нахлестом. Теперь требуется сделать георешетку. Пластиковые ячейки устанавливаются на скат, не давая грунту сползать по нему. Укладка почвы, ее состав и толщина слоя зависят в первую очередь от сортов растений. Грунт должен быть пористый, легкий и влагоемкий. Растения высаживают в верхний слой грунта. Зеленая кровля на небольших домах Зеленая кровля эффектно смотрится как на высоких городских зданиях, так и на небольших строительных объектах. Крыша загородного дома может стать основной для интенсивного или даже экстенсивного озеленения. Выбор типа озеленения зависит от размеров самого здания. Кроме эстетической роли, такое покрытие выполнит и ряд эксплуатационных функций, усилит тепло и гидроизоляцию, увеличит зеленую зону садового участка. А ведь именно ради пребывания на свежем воздухе на лоне природы многие строят свои загородные дома. Деревянное здание с зеленой крышей – мечта каждого эко-активиста, который стремится к жизни в экологически чистых условиях и заботится об окружающей среде. При этом важно обеспечить надежность нижних слоев, от которых зависит сухость внутри дома. Обезопасить от влаги и механических повреждений можно с помощью специальных покрытий и материалов. Наибольшей ценностью зеленой крыши для деревянного дома является то, что она сможет задержать распространение огня в случае возникновения пожара. Использование зеленой кровли на ферме позволяет решить сразу несколько задач. Создать дополнительный источник кислорода, обеспечить теплоизоляцию здания, наладить систему очистки воздуха. Предоставить площадку для высадки сельскохозяйственных культур. Для солнцелюбивых растений открытая солнечным лучам площадка дает дополнительный стимул для роста. Использование зеленой крыши на частных домах дает их жителям много дополнительных преимуществ, помогает защищать окружающую среду, поддерживает необходимое количество кислорода. Технология укладки Создать газон на крыше можно очень просто с помощью технологии контейнерного озеленения. Для этого в отдельных ящиках высаживается трава, а потом крыша заставляется этими емкостями. Очень удобный способ, который позволяет озеленить крышу без специальной подготовки. Ящики можно заменять, переставлять. Укладка дерна в более серьезный и надежный путь. На него засыпают почву, в которую сажают семена трав. При такой технологии уже можно говорить об интенсивном и экстенсивном озеленении. Интенсивный требует подготовки почвенного слоя и тщательного ухода за ним. Зато такая кровля станет местом для отдыха. По ней можно будет спокойно прогуливаться и даже строить постройки и сажать деревья. Экстенсивный вариант более неприхотлив, но не переносит малейшей нагрузки. Таким способом покрывают крутые крыши. Полезные рекомендации. Чтобы озеленение крыши радовало хозяина не один год, кроме соблюдения технологии укладки следует внимательно подойти к выбору растений. Учитывая климатические условия страны, растения стоит выбирать с корневой системой, растущей горизонтально. Злаковые, мох, с высокой морозоустойчивостью, засухостойкие, не экзотические, неприхотливые. Заключение. Таким образом, зеленая кровля – это не просто модный тренд, это технология, которая позволяет значительно изменить внешний вид построек, снизить финансовые затраты, добавить в саду полезную площадь, а также выиграть в экологическом плане. Это также отличная защита дома от холода и шума. Преимущества очевидны. А на этом на сегодня все. И если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео в соц сетях.